Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в Хакасии в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Стратегический проект марганцевого завода на один шаг ближе к исполнению. В Туиме прошли общественные слушания по итогам независимой экологической экспертизы будущего производства. Цвиной грипп идет по стране. Какова ситуация в нашей республике и как уберечься от вируса? Все, что важно знать каждому человеку в интервью специалиста Роспотребнадзора по Хакасии. Выгодное предложение автоинспекции пользуется спросом. Уже более 600 водителей срочно оплатили штрафы, чтобы получить скидку 50%. Десятки тысяч работающих пенсионеров поставлены перед выбором. О новых правилах индексации пенсии мы расспросили эксперта из пенсионного фонда. Сплав культур и менталитетов. В Национальном театре якутский режиссер ставит пьесу ирландского драматурга. Что в итоге получится, узнаем уже в феврале. В Туиме прошли общественные слушания по итогам независимой экологической экспертизы проекта марганцевого завода, чье строительство планируется недалеко от поселка. Инвесторы уже прошли госэкспертизу. И проведение еще одной проверки должно было убедить местных жителей в открытости и честности их намерений. Впрочем, туимцы волнуют не только экология, но и практическая выгода от открытия нового производства. На общественные слушания в местной ДК жители Туима начали собираться заранее, чтобы не остаться без места. Вот уже второй год марганцевый завод здесь тема номер один. И хотя это уже не первая встреча с представителями инвестора компании Чексу ВК, вопросов у людей каждый раз немало. И раз проект прошел еще одну экологическую экспертизу, им хотелось понять, будет их травить марганец или нет. Если бы это не я, вы бы нас сюда не забирали. Мы дополнительно запрашивали санитарных врачей, академиков, которые изучали труды по марганцам. И академики подтвердили, что ваши опасения, они не имеют оснований. В чистоте намерений Чексу ВК заинтересованы и республиканские власти, которые одобрили проект на уровне Совета по экономическому развитию. Выпуск металлического марганца – это химическое производство первого класса опасности. Но владельцы будущего завода обещают использовать самые современные технологии, позволяющие максимально снивелировать все возможные риски для воды и почвы. Правительство намерено это проконтролировать. Предприятие будет ориентировано на новые технологии. Они есть. Однако подавляющее большинство говорили о работе, бытии или не быть. Вот в чем вопрос будущего для Туима. Это я помню всех. Это очень большинство. У нас много студентов, которые учатся, заканчивают. И можно было бы в первую очередь жителей поселка Туима взять на работу, на какие-то специальности. А потом уже, допустим, решили дальше. Я уверяю, что именно так будем действовать. И будем делать все для того, чтобы именно жители Ширинского района работали на этом заводе. К сожалению, я полагаю, что в течение первого года после ввода объекта в эксплуатацию будут некоторые специалисты китайские. Но их будет, ну я думаю, от силы может быть процента 2-3 от общего количества работающих на заводе. Долго еще говорить мне так будет. У меня трое детей, они бы вернулись сюда. А то вот именно кто здесь, кто там и все. Сколько ждать можно еще. Инвесторы, конечно, рады такому приему местных жителей, однако все общественные слушания необходимы по закону. И до начала строительства завода предстоит пройти еще целый ряд процедур, в том числе и разработку проекта сметной документации. Пройдя независимую экологическую экспертизу, компания рассчитывает, что уже летом решится вопрос о финансировании. То есть банк выделит ЧКСУВК кредит. Спустя год с лишним после этого начнется само строительство. Нынешние финансовые сложности при этом никак не повлияют на проект, уверяют представители инвестора. Контракт, который подписан с китайским подрядчиком в китайских юанях. И кредитное соглашение, которое между китайским банком и внешнеэконом банком тоже в китайских юанях. Поэтому здесь курс рубля не столь важен для нашего проекта и проблем мы здесь не верим. Лишь четверо человек из всего зала высказались против или воздержались по поводу экологической экспертизы завода. Но по существу люди голосовали за свое будущее. И это тот случай, когда шанс на выживание один для всего поселка. Молодежь и молодые ребята с образованием не работают, пьют. Если вахта по ягодам высливая, Назарова ездят, Кемерово ездят по ягодам. Это вообще. Просто люди безысходно на свалках обитаются. Вот это страшно. Мы хотим работать, мы хотим здесь жить. Мы хотим, чтобы дети наши здесь работали и жили. Мы хотим, чтобы наш поселок развивался. И мы хотим, чтобы нас услышали наконец-то. Если все случится, к 2019 году завод Чексу ВК откроет новую страницу в истории не только Туима, но всей российской промышленности. Он будет первым в стране и единственным производством марганца, без которого невозможна выплавка стали. Источник сырья – усинское месторождение, пятое в мире по запасам этого элемента. Так что работы новому заводу хватит как минимум на сто лет. Очередной скандал по следам большой стройки в Шира. Под уголовное преследование попал инженер управления капитального строительства Юрий Протасов. Его подозревают в получении крупной взятки. По данным следствия, между компанией Черногорска отдел строй и управлением заключено 10 госконтрактов по строительству жилых домов в поселке Шира. Обвиняемый в период с 18 по 19 ноября 2015 года, находясь в офисе Черногорска отдел строй, получил взятку в виде денег в сумме 200 тысяч рублей. От учредителя Черногорска отдел строй Василия Смольникова за решение вопросов о беспрепятственной приемке работ, выполненных возглавляемой Смольниковым организацией и их дальнейшей оплаты. Протасов задержан. В настоящее время следовательно намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Добавим, Юрий Протасов проработал в управлении капитального строительства всего около двух месяцев. По версии следствия, на занимаемой должности он оказался не случайно. Обвиняемый заранее разработал мошенническую схему обогащения. Первый случай заражения свиным гриппом в Хакасии. Вирус обнаружен у ребенка из Черногорска. Сейчас мальчик, посещающий детский сад, находится в больнице. Туда он попал еще в воскресенье. А уже во второй половине недели стало понятно, что он заражен вирусом H1N1 или попросту свиным гриппом. Сейчас ребенок получает необходимое лечение, его состояние удовлетворительное. Причем в детском саду, куда он ходит, признаков гриппа нет. Поэтому карантин там вводить не стали. В целом по республике эпидситуация не внушает опасений, утверждают специалисты. Эпидемиологи предупреждают население об элементарных мерах безопасности. Кто в группе риска и чем опасен свиной грипп, расскажет заместитель руководителя Республиканского управления Роспотребнадзора Татьяна Викторова. В чем особенность этого свиного гриппа по сравнению с обычным? Основные особенности свиного гриппа заключаются в том, что он вызывает быстрое развитие заболевания и быстрое развитие осложнений. Если при обычном сезонном гриппе осложнение после гриппа где-то развивается на 7-8 день, то непосредственно при свином гриппе уже на 2-3 день может развиваться пневмония, то есть нарастает дыхательная недостаточность. И если человек не обращается за медицинской помощью, если вовремя не оказать помощь, то, понятно, может очень наступить неблагоприятный исход. Поэтому и вот сейчас важно-то нам донести до каждого жителя Республики, чтобы не занимались самодиагностикой, то есть при появлении тяжелых симптомов гриппа немедленно обращались за помощью лечебного учреждения. Вот предположим, человек почувствовал первые симптомы простуды. Вот на что ему стоит обратить внимание и когда стоит тревожиться? Вот при каких именно симптомах и действительно идти сразу в поликлинику? Симптомы гриппа появляются внезапно. Два часа назад было все хорошо, а вот сейчас уже температура 38, а то и 40 градусов. Резкая начинается головная боль, свет раздражает, шум раздражает. Вот тяжело становится дышать как бы за грудиной, так вот и стеснение образуется, кашель может начинаться. А как наше здравоохранение готово вот к появлению этого вируса, если это вдруг случится в нашей Республике? Здравоохранение, подготовку к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом РВИ, она начиналась еще с осени. Поэтому на сегодняшний день учреждения готовы. В каждом учреждении определены планы перепрофилирования дополнительных коек. И дополнительного, если вот ситуация будет усугубляться, предполагается развернуть 665 коек. На финансирование мероприятий по подготовке к эпидемии гриппа выделено около 4 миллионов рублей. Понимаем. Лабораторные службы также готовы, запас тест-систем есть, то есть готовы к диагностике случаев заболеваний. И в завершение нашей беседы, Татьяна Николаевна, какой все-таки главный совет нашим телезрителям вы могли бы дать в настоящий период? Ну, самое главное, это заниматься, конечно, профилактикой. Что мы говорим? В осенью прошлого года мы проводили прививки против гриппа. Здравоохранение занималось вакцинацией. И прививки против гриппа получило почти 170 жителей республики. И мы понимаем... 170 тысяч. Да. Необходимо, конечно, соблюдать правила чиногигиены. Частицы аэрозоли, которые содержат вирус гриппа, находятся в окружении больного гриппом на предметах обихода. Поэтому ежедневная обязательно влажная уборка, ежедневное, вот что касается, понимаем, современного поколения, это ежедневное протирание средствами, дезинфицирующими салфетками всех гаджетов, которыми пользуемся. Мыть ее рук несколько раз в день, это обязательно. И обязательно, когда приходим, конечно, с улицы домой. В случае заболевания, мы говорим уже, оставаться дома и вызывать врача на дом. Это вот основные проявления, советы, которые необходимы, чтобы не допустить как заражения самого, так и своих близков. Избежать тяжелых случаев осложнений. Ну, собственно, это все несложно исполнить, да, и здравый смысл должен восторжествовать. Я надеюсь, что мы будем услышаны, и население прислушается к нам и к нашим советам. И я единственное хотела бы завершить, не сказала выше, в группе риска, которая именно характерна для свиного гриппа, к сожалению, находятся в первую очередь беременные женщины. Для них опасен этот вирус гриппа. Это пожилые люди, это больные с хроническими заболеваниями, то есть это заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями легких. И чтобы избежать неблагоприятных последствий, вот именно эти категории граждан непосредственно должны усиленные меры принять, чтобы предотвратить заболевания гриппом. Все понятно. Татьяна Николаевна, спасибо вам за встречу, за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо большое за внимание к этим проблемам. На этой неделе журналистам впервые показали, как выглядит Абаканский военный городок. Его строительство началось два года назад и сразу было объявлено правительством Хакасии одним из главных приоритетов. Колоссальный объект строили по заказу Министерства обороны. И региону важно было не ударить лицом в грязь, а показать, что строителям Хакасии по плечу и столь грандиозные замыслы, и освоение миллиардных сумм. Что в итоге получилось? Смотрите далее. На окраине Абакана в поселке МПС за два с небольшим года появились 72 новых объекта, в том числе более полусотни тента мобильных укрытий для хранения и обслуживания военной техники. Решение о масштабном строительстве было принято министром обороны страны Сергеем Шойгу в начале 2013 года. Тогда же они условились главой региона Виктором Зиминым о доступности социальных объектов для населения. Военный городок на территории республики Хакасия будет в вооруженных силах первой, в которой построены все объекты, начиная с нуля. Заменены все старые здания на новые, благоустроены. Поэтому аналогов таких военных городков в вооруженных силах пока нет. Один из самых крупных объектов – гарнизонная столовая на 800 посадочных мест. Это настоящая фабрика-кухня. Два огромных обеденных зала для бойцов-срочников и помещение поменьше, где будут питаться контрактники и офицеры. Везде предусмотрен принцип самообслуживания. На кухне – самое современное оборудование. Честно говоря, я вот институт заканчивала недавно, получается, и я такое оборудование в первый раз даже увидела. Много кухонных комбайнов с различными насадками, что упрощает работу повара и изготовителя. Потому что всевозможная нарезка, которая раньше ручным способом осуществлялась, сейчас будет автоматически. Весь персонал столовой гражданский. В армии уже несколько лет солдат не отправляют в наряды по кухне. Так что орудовать такими вот венчиками для взбивания яиц и миксером будут повара-женщины. В персонал столовой примерно три десятка человек. Работать будут посменно. Ведь чтобы накормить тысячу человек завтраком, поварам надо встать к печам в 4 утра. Рядом со столовой огромный дворец культуры площадью более 7 тысяч квадратных метров. Только в кинозале смогут уместиться тысяча зрителей. Все оборудование самого высокого класса. Есть в здании кафе, буфет, место под отделение почты, банка и парикмахерскую. В спортивной зоне военного городка уже готов 25-метровый бассейн. Его чаша из нержавейки. Разработчики гарантируют полвека беспроблемной эксплуатации. Рядом строители возвели уникальный для Хакасии крытый ледовый стадион. И хотя он скромно именуется площадкой, по виду настоящий крытый стадион для хоккея с шайбой. Искусственный лед заливают с помощью спецтехники. Снизу идут специальные маты с трубками, которыми идет охлаждающая жидкость. Вот из-за этого она остывает и намораживается. Толщина слоя где-то 5-7 сантиметров. Каток будет функционировать и зимой, и летом. Температура охладителя в трубках минус 7 градусов. В зале всегда плюс 6. Сильную жару задействуют дополнительные кондиционеры. И думаю, что вот эти все объекты, их использование будет являться стимулом для привлечения, то есть для вступления в ряды вооруженных сил жителей города Абакан. Также, я думаю, и нагородние ребята с удовольствием будут проходить службу. Сумма двух контрактов для строителей превышает 5 миллиардов рублей. Работы практически завершены. Пятиэтажную казарму должны заселить к 23 февраля. На первом этаже штаб части, на остальных общежития секционного типа для солдат. Наконец-то из бытовоенных уйдут двухэтажные кровати и скученность. В каждой секции предусмотрены все удобства. На этаже разместятся 100 человек. Самая главная наша цель, это чтобы нас по итогам нашей работы посетил верховный главнокомандующий Российской Федерации. Торжественное открытие намечено на конец года. За это время строители должны построить еще несколько спортивных объектов, три казармы и два жилых дома для офицеров. Виктор Лушников, Станислав Колченаев. Вести Хакасия. События недели. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. 600 водителей республики поспешили воспользоваться правом на скидку при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. С Нового года те, кто вовремя это сделает, могут платить не полную сумму, а ее половину. Так государство намерено повысить платежную дисциплину среди водителей и пополнить казну. В нашей республике, к примеру, штрафы ГИБДД – абсолютные лидеры в общей задолженности. Но, так как дело это новое и еще проходит обкатку, есть некоторые подводные камни. Буквально полчаса дежурства наряда ДПС в районе базы Веста. И вот уже полицейские оформляют протоколы на нарушителей. Большинство игнорирует ремень безопасности, так что обязаны платить государству тысячу рублей штрафа. Проблем с этим теперь не будет. Затягиваясь походом в банк и нарываться на встречу с приставами водителям уже невыгодно. А у этого мужчины мало того, что не накинут ремень, так еще и права просрочены. Он долго не мог поверить своему счастью. Ведь теперь ему придется заплатить не 15 тысяч, а вдвое меньше. Конечно, если он заплатит штраф вовремя. Именно на это рассчитывают в правительстве, введя скидку для нарушителей. Но так как новинка только заработала, она не может учесть всех жизненных реалий. И если нарушитель попался в системе арена, то стоит помнить, что письмо о штрафе может не успеть дойти до адресата в 20-дневный срок. То же самое касается решения судов, которые иногда проходят в отсутствие водителя. Здесь есть лишь один выход. Рекомендуется о своих задолженностях своевременно узнавать на официальном сайте госавтоинспекции, либо на сайте госуслуг. Портал госуслуг. Регистрация там абсолютно несложная. Плюс есть возможность получения уведомлений о назначенных наказаниях в виде смс-сообщений, в виде получения сообщений на электронную почту. Из-за того, что центр электронной базы данных о штрафах ГИБДД находится в Москве, не стоит в тот же день бежать в кассу. По правилам на передачу данных о составленных протоколах, у инспекторов есть трое суток. И пока сведения попадут в базу, а потом вернутся в регион, проходит время. Какое? В управлении автоинспекции пока сказать не могут. Все покажет практика первого месяца. И может случиться так, что если человек оплатит сумму сразу, как могут потребовать в банке, обратно ее половину никто не вернет. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия, События недели. В пенсионном фонде другой ажиотаж. Пенсионеры, уволившиеся с работы после 30 сентября прошлого года, спешат заявить о своем праве на индексацию. Как известно, сейчас действуют новые правила повышения довольствия. Как будет меняться его размер и почему не стоит затягивать с походом в пенсионный фонд? Об этом и не только. Мы поговорили с заместителем начальника управления фонда в Абакане Анастасией Утробиной. Итак, в начале беседы я хотела бы вас попросить обозначить нам актуальность нашей темы. Это сколько у нас работающих пенсионеров в республике Хакасия и в Абакане? По республике Хакасия на сегодняшний день у нас значится свыше 34 тысяч работающих пенсионеров. Что касается города Абакана, то по последним данным, по состоянию 31 декабря 2015 года у нас значилось около 18 тысяч работающих пенсионеров. Достаточно много населения. И вот на что эти люди могут рассчитывать в плане увеличения своей пенсии в этом 2016 году? С 1 февраля индексации для этой категории граждан, индексации страховой пенсии, производиться не будет. То есть данная категория граждан сможет рассчитывать на корректировку размеров страховых пенсий по уплаченным страховым взносам в 2015 году, 1 августа. Но есть там нюанс в законе. Данная индексация будет производиться по взносам, но не более 3 баллов, что состоит в денежном эквиваленте 222 рубля. То есть это максимальная прибавка к пенсии? Максимальная сумма, да, которая будет прибавлена к пенсии работающих пенсионеров с августа месяца. Но вот работающий пенсионер должен иметь работу до 30 сентября, правильно? Под неработающими пенсионерами понимается категория граждан, которые оставили работу по состоянию на 30 сентября 2015 года. Для данной категории будет произведен перерасчет с 1 февраля 2016 года в размере 4%. От какой части пенсии? 4%? Значит, 4% будет проиндексирована и страховая пенсия, и фиксированная выплата. И это примерно сколько? Значит, фиксированная выплата у нас на сегодня, вот самый низший размер, который мы устанавливаем, составляет 4383 рубля 59 копеек. То с 1 февраля это будет 4558, где-то на 175 рублей фиксированная выплата будет увеличена. Что касается, собственно, страховых пенсий, то здесь сложно сказать, потому что все индивидуально, то есть нужно знать свой размер страховой пенсии. Вот она будет также проиндексирована на 4%. Плюс у нас увеличивается сумма пенсионного балла с 71 рубля до 74 рублей 27 копеек. Анастасия Валерьевна, насколько я понимаю, сейчас достаточно много людей обращается в пенсионный фонд, и в связи с тем, что вот если человек до 30 сентября работал, а 1 октября он остался без работы, и с 1 октября он де-факто уже без работы, вот на что он может рассчитывать? И перерасчет ему будет идти с момента подачи заявления или с момента, когда он остался без работы? Ну, здесь два вопроса у вас прозвучало. То есть первый вопрос, это касается той категории граждан, которые прекратили работу с 1 октября по 31 декабря 2015 года. У этой категории граждан есть право обратиться в территориальный орган пенсионного фонда с заявлением о прекращении трудовой деятельности. И если они успеют у нас обратиться в январе месяце, то данной категории будет произведен перерасчет с 1 февраля. Что же касается той категории граждан, которые будут увольняться с 1 января по 31 марта, они точно так же вправе будут обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган пенсионного фонда до 31 марта с соответствующим заявлением. И перерасчет размера пенсии будет произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в соответствующий пенсионный фонд. То есть, если вы обратились в январе, перерасчет будет произведен с 1 февраля, обратились в феврале месяце, то с 1 марта соответственно, и если в марте месяце обратились, с 1 апреля. В связи с тем, что вот такие изменения в пенсионном законодательстве, верно ли, что сейчас и по-новому должны отчитываться работодатели, то есть они должны сообщать о том, работают ли у них пенсионеры? Совершенно верно. Для работодателей введена новая форма отчетности, которая будет действовать с 1 апреля 2016 года. Теперь наши работодатели обязаны будут предоставлять ежемесячно в срок до не позднее 10 числа месяца за отчетным сведения о работниках, не только о пенсионерах, о пенсионерах, обо всех работниках, которые были приняты и уволены с работы. Форма отчетности будет достаточно упрощенная, то есть достаточно будет указать номер СНИЛСа, ИНН, фамилия, имя, отчество застрахованного лица. Ну и, собственно говоря, дата приема, дата увольнения на работу с работы. И последний вопрос нашей беседы. Значит, у нас пенсионная система все время претерпевает изменения, да, сейчас пенсии у нас начисляются по баллам. И вот расскажите, что показал первый год работы по новой системе, и стало ли меньше недовольных пенсионеров, недовольных тем, что им все-таки мало начисляют, или они сейчас наоборот считают, что адекватно оценили их трудовую деятельность? У нас, к сожалению, увеличилось количество отказов на значение пенсии, именно в связи с тем, что многие граждане не отвечали вот тем условиям, их документы, которые они представляли, которые указаны в законе. То есть это требования по стажу, это требования по пенсионным баллам. Вот. Ну, сейчас опять получается, на год больше требуется стажа, мы посмотрим. Что касаемо размеров, то, собственно говоря, никак не ухудшились в этом положении нормы, не ухудшили условия нормы закона наших пенсионеров. То есть даже имело место увеличение размеров пенсии по 400-му закону в 2015 году. Но в целом, я так понимаю, что недовольных меньше не становится? Здесь следует отметить тот факт, что сейчас к нам обращается категория граждан, которая основной стаж приобрела в 90-е, 2000-е годы. Не всегда этот стаж был, так сказать, официальным. Зарплата, которую граждане получали, была официальной. Записи в трудовых книжках соответствуют тем требованиям, которые предъявлялись законодательством на тот момент. Вот в связи с этим, конечно же, возникают вопросы у наших пенсионеров. То есть они очень сильно недовольны тем, когда получают справку о назначенной пенсии, где значится сумма 6, 7, 8 тысяч. Такая ситуация имеется, но это связано именно с тем, что у граждан недостаточно количества стажа выработанного страхового и достаточно низкий уровень заработной платы, которая нам представляется в справках о зарплате. То есть проблема именно в этом. Не в законе, а именно в тех первоначальных данных, которые нам представляет гражданин, обращаясь за пенсией. В общем, будем надеяться, что к моменту нашего выхода на пенсию система будет более совершенной. Будем надеяться. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Интернациональная премьера в Хакасском национальном театре. Пьесу ирландского автора Мартина Макдонаха ставит известный нашим театралом якутский режиссер Сергей Потапов. Перед ним стоит нелегкая задача. Постановка должна быть готова в рекордные сроки. Всего три недели. С подробностями Виктор Лушников. Сергей Потапов – один из самых востребованных режиссеров страны. В его творческом багаже уже 40 спектаклей. Он снял еще и 9 художественных фильмов. Один из последних – «Мистическая драма река». Сергей Потапов ставил спектакль во Франции, Прибалтике, в российских театрах. Он хорошо знаком абаканским зрителям по недавней работе в театре Читигена. Я в том году в это же время был у вас. Я ставил в Читигене спектакль «Сумасшедший муклай». И этот год тоже я начинаю опять с Хакасии. Если тот год у меня был удачный, я надеюсь, этот год тоже будет удачный. Я после вас и лечу в Екатеринбург. Там буду ставить в театре драмы Бергмана. В Хакасском национальном театре в самом разгаре работа над спектаклем коллега с острова Инишман. Известнейшего ирландского драматурга и режиссера Мартина Макдонаха. Пьесе в этом году исполняется два десятилетия, но перевели ее на русский язык сравнительно недавно. За несколько лет она стала очень популярной. Ее ставят во многих театрах. Это, например, фрагмент спектакля Новосибирского театра. А вот несколько свежих зрительских откликов. Очень понравился спектакль. Вроде комедия, но смысл самого спектакля вовсе не смешной. Я плакала. Постановка потрясающая. Потрясающе, удивительно, браво. Мой самый любимый спектакль. Каждый раз в финале спектакля у меня льются слезы. Сюжет основан на реальных событиях. В начале 30-х годов 20-го века голливудский режиссер Роберт Флайерти снимал в Ирландии фильм о рыбаках. О жизни обитателей небольших островков и рассказывает пьеса. Кстати, я еще не врезала тебе за то, что ты занял место в Голливуде, которое по праву мое. Ведь мне пришлось перецеловать четверых режиссеров на именишмаре, чтобы обеспечить себе место, которое ты занял без единого поцелуя. Первый этап работы над спектаклем «Читка» пьесы. Для актеров, игравших раньше дворян и преуспевающих бизнесменов, сложно перестраиваться. Ведь персонажи Макдонаха говорят очень простым языком. Со сцены отпускаются сочные эпитеты. Там есть и матершинные слова, всякие нахрен, подонок. Ну, то есть такой сленг, молодежный сленг. Юлия Тинникова исполняет единственную спектакль, стопроцентную женскую роль. И еще двух персонажей, женщин в возрасте, по задумке режиссера, играют актеры-мужчины. Для Юлии это, по сути, вторая роль в карьере и сразу ведущая. Она полгода назад окончила Санкт-Петербургскую театральную академию. Выпускник этого же вуза с трехлетним стажем Валентин Ульчугачев играет ведущую мужскую роль. У нас две недели где-то, наверное, выходят на все, чтобы выучить текст. Но это очень мало. Хорошая пьеса ставится месяц-два, если работать конкретно. А это прям сильно в экстренные нас как рамки загоняют. У Валентина Ульчугачева, пожалуй, самая большая роль. Надо выучить больше десятка страниц текста. Но такие жесткие рамки, как говорят знатоки театра, стимулируют актеров. И в итоге все получается на отлично. Сергея Потапова пригласил в Абакан главреж театра Баатр Калаев. Сам он сейчас занят возобновлением старого спектакля «Один плюс один» по пьесе Хоноха Левина. По сути, это новая постановка. В состав вводятся новые актеры, в их числе и Екатерина Макина. Главный режиссер уверен, что и этот спектакль и постановка Сергея Потапова будут кассовыми. Во-первых, драматург очень сильный. Это самый известный в мире драматург. Второе, это очень сильная режиссура. Сергей, он очень сильный режиссер, один из самых ведущих молодых режиссеров российских. То есть он художественный образ может придумать интересный. Все составляющие, они и делают спектакль интересным. На этой неделе актеры завершили первый этап работы читку пьесы и уже приступили к репетициям на сцене. Премьера спектакля «Коллега с острова» и Нишман 5 февраля. Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия. События недели. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова